Артистам нашего жанра За нашу смекалку Знаете, в Германии, прежде чем человек получает права на вождение Он проходит так называемый идиотен-тест Человеку задают заведомо несуразные вопросы Ну, например, можно ли поставить друг на друга три мячика для пинг-понга? Если это приводит человека в замешательство Его везут к психиатру, ну, на всякий случай Мало ли, нам с ним ездить Наш человек, который прожил в Германии лет пять Приходит на идиотен-тест Пожилой немец принимает экзамен Он принимает его уже лет тридцать Повидал всех и вся Зевая, спрашивают у нашего Можно ли поставить друг на друга три мячика для пинг-понга? За эти тридцать лет Немец слышал только один ответ Нельзя Ну, собственно, он с нашими и дела не имел Наш сходу Да хоть десять У этого очки запотели Он дрожащей рукой достает три мячика Ну, быть так Вот дальше гимн российской смекалки Наш товарищ достает изо рта жвачку Склеивает мячики Остатками прилепляет к столу Говорит Вот Ну, увезли немцев А мне почему-то в последнее время Больше везет на финнов Потрясающая история Как-то по лесной финской дороге Ехал наш соотечественник Ехал на флагмане отечественного автопрома На Оке Я не знаю, почему все подтрунивают над этой машиной Прекрасная машина Один знакомый В прошлом году у нее 50 тысяч километров наездил Я не знаю, вылезти что ли не мог Едет Настроение, сами понимаете, отвратительное Ни одного гаишника Асфальт идеальный Кстати, знаете, чем финский асфальт отличается от нашего? В Финляндии асфальт кладут А у нас ложат Едет и вдруг видит Посреди дороги закрытая крышка люка Ну, дальше действие несовместимое со здравым смыслом Он останавливает аку Выходит из машины, подходит к люку Открывает крышку Возвращается в машину, разгоняется И въезжает в этот люк Одно из колес отваливается Вы спросите, зачем? Он подает в суд На дорожную службу в Финляндии За причиненный материальный моральный ущерб Финны не могли понять Как такое могло случиться? Наш говорит, понимаете Люк меня преследовал Безобразие Вы калечите людей на дорогу Да, но крышка всегда была закрыта Наша природа гениальна Нет, ребята, вы что хотите сказать? Что я сам открыл крышку люка И сам в него въехал Да, нормальный человек так не сделает Вот Он отсудил вполне приличную сумму Вернулся домой Как-то вечером Рассказывает своим друзьям Семейной паре Как он наколол тупых финнов Посмеялись, разошлись Жена говорит мужу А ты че сидишь? Быстро в Финляндию Он попытался было возразить Что, мол, второй раз номер не пройдет Но, как известно, с женщиной спорить Что поросенка стричь Шерсти нет, а визгу много И через некоторое время В финский люк влетает Еще одна российская легковушка Вскоре о знаменитом люке Знали все родные, близкие, друзья После семнадцатого судебного иска Финны заподозрили неладное В прессе появились сообщения О люке-убийце Который сам нападает на водителя Финны решили его раз и навсегда заварить На следующий день Едет наш товарищ Видит заваренную крышку люка Так ведь не поленился Доехал до ближайшего магазина Купил газовую горелку Когда через некоторое время Мимо люка приезжала финская полиция Они обалдели Из заваренного люка Торчала российская легковушка Рядом с ним довольно русский Говорил Вот Вы глаза финнов представляете? Все равно, что сейчас Войти в переполненный автобус Чихнуть на всех И сказать, чтобы я еще раз в эту Мексику поехал Финны поставили рядом с люком часового День и ночь они не отходили от крышки Сменяя друг друга Вскоре В пятистах метрах от люка Произошел загадочный инцидент В лесу столкнулись две российские легковушки Да, авария была незначительной Но страж порядка Должен был все зафиксировать Финн отлучился всего на 30 минут Вернувшись, он заплакал Он даже не стал смотреть в сторону люка Из которого торчала российская легковушка Он только услышал Это страшное Да более знакомое Вот Говорят, сейчас Финских ребятишек пугают Не сказками про злых эльфов Нет Им говорят Вот не будешь слушаться Приедет русский бабай Верхом на люке И скажет Вот Вот